Сегодня у нас рабочий день, воротки нам уже открыли, мы уже уезжаем. Мы, конечно же, вам не сняли процесс работы, но мы направляемся в сторону Мануэля Антонио. Нетуристическая Коста-Рика. Это просто небольшой городочек, который находится недалеко от Кепоса. Нетуристическая Коста-Рика. Посмотрите, мы сейчас находимся в поселке Наранхиту. Он такой маленький, небольшой, и смотрите, обратите внимание, вокруг горы. И здесь вот более пасмурно все время и более прохладно, чем, например, в Кепосе Мануэля Антонио. А это вроде как вообще школа, но это не точно. Да, и скроила Наранхиту. А нам сегодня птица накакала, к счастью. К деньгам. А, к деньгам, да. Церковь католическая здесь есть. Машину можно помыть. Пять миль, кстати, здесь стоит. Очень долго моют, просто очень долго. Обычная деревушка, нетуристическая. Коста-Рика, вот как выглядит Коста-Рика. Смотрите, как круто. Домики просто стоят. Вообще кайф. Как в горах за 450 домика. Здесь на побережье нет какого-то домика за 450. То есть некоторые, кто живут в центре, иногда пишут, у нас вообще такие домики. Ну, там во всяких группах. Типа огромные дома из мебели, из территории, троллевали. Так мы не спорим, да. Цены другие не на побережье. На побережье другим берет абсолютно. И цели за хорошие домики будут, конечно же, уже совершенно по-другим ценам. Да, в горах есть свой шик. Мы тоже хотим попробовать пожить где-то в горах. Не, мы попробуем. Да. Мы уже жили в горах, в горах Атемаса. Вообще, в горах. Мы тогда еще не так активно снимали, вели YouTube. Поэтому, да. Так, а сейчас, короче, мы отработали. У нас было 6 стрижек. 6 штук. 6 стрижек. Сейчас объясним. Это семья. Семья врачей. Это местные гастериканцы. А семья разговаривает на английском. Вот внутри семьи они разговаривают на английском. Интересно. Хотя прекрасно говорят еще и на испанском. Значит, 5 детей, двое взрослых. Все стриглись, кроме папы. Папа был на работе. Ну, папу мы крайне редко стрижем. Мы только один раз помним. Как бы все. Вот она дорога из Наранхита, которая ведет в Кепос. Пальмы. Красотища. Вообще у нас кайфово, конечно. Отработали и идем в магазин. У нас есть пакет. Потом мы вечно покупаем новые пакеты. Надо купить сковородочки. Сейчас пойдем посмотрим. Смотрите, какой самурайчик красивенький. А потом, естественно, поедем на океан. Как же живут здесь, в Коста-Рике, на пляжной линии, на берегу океана. Так и живем. Релакс, фуравида. Такую акцию какая-то. Тут какая-то акция проходит. Посмотрим, чуть такое. Здравствуйте, что это? Это активность. Ты купишь три пачки. Я тебе подарю. Три пакеты? Нет, один три пак. А, один три пак. Один три пак. Окей. Окей, я понимаю. Спасибо. Короче, а потом можно получить вот такую вот штучечку. А что это? Один три пакеты. Ага, окей. Как это. Круп, короче, это для детей. Ага, perfect. Спасибо. Так, значит, телефоны, которые мы тут насмотрели, просто в обычном магазине. Макси Поли. Вот 149 500 колонн из Samsung A23. Вот так он выглядит. Например, что здесь есть еще? Вот такой Xiaomi, смотрите, Попо. Мы его уже не берем в руки, он запиликает сейчас. Он маленький, очень удобный. Но я его вот так вот хотя бы поверну. Смотрите-ка. Попо. Классный. Вот нам, короче, вот этот что-то понравился. Xiaomi. У нас, кстати, тоже Xiaomi 159 тысяч колонна стоит. Ну, это все, что нам понравилось. Здесь вот такой A33 169. Ну, как бы и все из того, что нам понравилось. В магазине Макси Поли сразу же можно прикупить и телевизор. Не знаем, как что насчет качества. Уголь вот привезли. Потому что все сейчас будут на шашлыках. Что это такое? Не знаю. А что это? Кастрюля? Я не знаю. Электрическая кастрюля? Не знаю. Это разве? Сковорода какая-то. Такая маленькая вообще, малепусенькая. В общем, у нас сожглись все эти сковородочки. Это за 8. И мы хотим себе купить сковородочки. Ну, понятное дело, они не на очень долго. Нормально. Здесь на газу ничего долго не живет, на самом деле. Какую не купить сковородку. Ну, это побольше сковородочное. Это маленькая. Мне кажется, они обе маленькие. Мне кажется, они одинакового размера. Окей, давай ее. Обычно покупают на пляж уже вот такие упочкованные пакеты. Здесь всякие разные чипсы с разными вкусами. Вот здесь конкретно луковые колечки, начесы с чичеронами и палочками. Мы с Иришкой сегодня тоже собираемся на пляж, как обычно. И мы тоже думаем, нам надо такое. Это все из кукурузы. А вот еще, смотри, тоже какой-то комбо. А ты помнишь, что Женя тогда покупали? Там маленькие пакетики. Просто маленькие, всякие разные. Но она чуть ничего не сказала, поэтому... Мне кажется, что вот не очень. Ну и есть, конечно, вот эти пакеты. Очень много. Ой, мне вот эти почему-то вообще не нравятся. Да, они все кислые. Да. Здесь все со вкусом лайма. Я думаю, что вот это самое то будет вам. Увидимся на пляже. Три пакета. Да. Сегодня выдвигаемся уже на выход. Набрали. Сегодня у нас корзинка такая. Огромные корзины у людей. Сейчас Симана Санта. Куда нам встать? Да, я думаю, что мы пойдем на другую кассу. Потому как здесь вообще будет все очень долго. Сейчас в Госта-Рике начинается неделя Симана Санта. Это католический праздник. И сейчас все местные съезжаются к океану. Везде все битком, все переполнено. Нет мест нигде. Сейчас начинаются гуляния. Выходные, мы так поняли, что до 11-го числа. Поэтому в магазинах очереди все смели. Мы даже курицу не смогли купить. Начинаются праздники, значит, в Коста-Рике. И будет очень много людей. Будем наблюдать за этим. Очень хотим поехать в Ля Фортунино пожить месяцок. Или в Монте-Верде. Что думаете, напишите в комментариях, как мы осуществим поездку и такой крутой контент, который у нас намечается. Сегодня взяли, да, вредный хлеб. Так, хотим сэндвичи. На сэндвичи подсели. Ну и шпинат, конечно, для полезности. 28 миль колонез. Нам задают вопрос, можно ли прожить в Коста-Рике на 500 долларов. Периодически снимаем продуктовую корзинку. Мы заходим в магазин, показываем, что сколько стоит и рассказываем. Поход в магазин это такой прайс. Ничего особенного мы не купили. И сами смотрите, сможете ли вы прожить на 500 долларов здесь в Коста-Рике с такими ценами. Напишите, сколько тратите за один поход в магазин. За маленький пакетик. Машинки стиральные завезли здесь у нас в Максипале. и 229,900. Вообще хороший прайс. Не знаем, она подходит вообще? Подходит. Подходит? И вот такая 259,900. Уже какие-то более приятные цены. Ну, наверное, может фирма там не алло. А вот как и у всех. Вот эти ручные машинки. Кто пишет, типа, жесть. Жесть, да, но они не старые, жесть. Вот они продаются в магазинах абсолютно новые. Вот такие. Сюда здесь стирка, здесь отжим. То есть это ручная машинка. Плита продается. 289 миль. Уже с духовочкой. Все как положено. Электрическая. Тут же шины на машину. Вот, ведь уже есть комплект. Да, хорошенькая, нормальная такая. Очень. 289. Такую маленькую, да, бы нам машиночку. Потом, когда уже... Ну, мы не хотим сейчас привязываться к месту, реально. Мы еще будем с вами жить то там, то сям. В разных уголках Коста-Рики. Поэтому что нам покупать технику? Вообще не думаем сейчас об этом на самом деле. Ну, вот, цены вот такие машинки есть. Сейчас пообедаем и поедем кайфовать на океан. Там встретим закат. Вместе с вами сегодня проведем весь день такой влог из Коста-Рики. Поэтому, любимые птички, не забудьте поставить лайк. Опять на заправке. Каждые три дня заправляемся. Надо будет как-то посчитать, сколько в месяц денег тратим на бигзин. Мы как-то так вообще ничего не подсчитываем. Не любим суету. Суету бесполезную. Доправляем регуляр. Разницы не заметили. А разница, между прочим, нормальная. У нас сегодня опять уже жарко. Такие все мы мокрые и потные. Хорошо, хоть сейчас только обед, и мы уже сейчас отправимся на океан. Поэтому выдыхаем и не паримся. Но жара, конечно, да. Работать сложно на океане. Как-то у нас спрашивали, чем вы охлаждаетесь? Что, вы только воду пьете? Не, не только воду. В магазинах можно купить, ну, например, вот что-либо вот такое. С гуараной. Типа оно холодное, без калорий, без сахара. И очень, типа, утоляет. Сейчас вот попробуем. Такого вкуса первый раз покупаем. Без сахара. Обычно с сахаром почему-то берем. А сегодня без сахара. Нормальная такая выпивалочка. Просто, ну, просто как лимонад. Вода стоит дороже лимонада. Поэтому покупается лимонад. Так что вот так, любимые псички, считайте, сколько нужно для жизни в Коста-Рике. Не знаю, кто умудряется жить на 500 долларов. Мы таких вообще не знаем детей, реально. Вкус барбарисовый, слушай. Барбарисовый вкус. Сейчас мы заезжаем в город Кепос. Кепос находится на побережье Тихого океана. Это провинция Пунта-Ремес. Здесь можно откушать рыбку, помыть машину. Зайти в ресторан. Ну, а это главная набережная при въезде в Кепос. Нужно проехать такой мостик небольшой. Рыбаки справа ловят рыбу. Прям стоят ловят рыбу. Смотрите, сейчас прыгают. Город маленький, небольшой. Находится, кстати, чуть ниже уровня океана. Поэтому иногда бывают здесь зоны дождей небольшие. Подтопление. В принципе, все самые основные магазинчики здесь есть. Для любителей жить на океане это вполне хороший город. Вот как для нас, например. Да, для наших советских. Нам не надо особо выезжать. А для наших советских. Строительный магазин вот синий. Большой. Довольно большой. Не большой, а довольно большой. Здесь несколько в Кепосе, в Кепосе, в Санкт-Петербурге, я смотрю. Они называются Ферритерия. А вот так маленькие, видите, закуточки. Это то салоны, то магазинчики, то просто какие-то закрытые здания, которые не работают. То мини ресторанчики. Кафешечки. Сейчас, кстати, слева будет школа. Детская школа, она бесплатная для маленьких детей. Вот она. Так выглядит школа. Сейчас Семена Санта начинается, поэтому детей нет. У нас каникулы начались. Все отдыхают. Кепос это рыбацкая деревушка. Население что-то около 30 тысяч человек, если я не ошибалась. И где-то 9 километров отсюда как раз национальный парк Мануэль-Антонио и деревушка Мануэль-Антонио, куда мы сейчас едем. Поедем по Туфор, поехали по красивой дороге. Да, поехали. Вот Ферритерия, вот она так называется. Строительные магазины. Мы сейчас в Мануэль-Антонио поднимаемся по старой дороге. Есть новая дорога, есть старая дорога вот через городочек Кепос. Но она очень живописная. Дорога выходит на Марину Пес. Марина Пес это место, где пришвартованы яхты. И вообще это как бы такой мини-торговая площадка такая небольшая. Да, мы подсказку кинем в описании, найдете ссылку на видео, где вы гуляли. По Марине Пес, где яхты. У нас будет тоже очень интересно, чтобы по всем видео у нас больше 150 видео на канале. Поэтому мы вам скинем подсказки, где именно смотреть. Так, после работки, конечно же, надо подкрепиться. Мы решили сделать вот такие бутербродики. Бутербродик супер простой. Просто американский хлеб поджарили, налили немножечко сметаны, лист салата, тунец с луком и помидоркой. Сверху кинзы еще положили. Я вот такой тройной, лишкой одиночной. По классике. Сейчас. Покушаем. Мы сейчас покушаем и поедем на океан, наверное. Будем монтировать там видео. Покушаем. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok